МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Агуль Нуржакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Карагандинские фермеры не могут поставить на карантин скот, привезенный из Челябинской области. С подобной проблемой столкнулись два крестьянских хозяйства Актугайского района. Отходы в доходы. В Карагандинской области развивается экологически безопасное производство электроэнергии. В агропромышленном комплексе Волынская 3-й год успешно функционирует биогазовая установка. Больше свободы вузам. Вопросы перехода к университетской автономии обсудили в Карагандинском государственном медицинском университете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обо всем более подробно. Карагандинские фермеры не могут поставить на карантин скот, привезенный из Челябинской области. С подобной проблемой столкнулись два крестьянских хозяйства Актугайского района. Каэржан Кадарбилин взял в кредит 35 миллионов тенге, чтобы привезти скот из Челябинской области. Он глава крестьянского хозяйства Айнабулака Ктугайского района. Разведением крупного рогатого скота Каэржан занимается с 2007 года. Приобрести животных в соседней России фермер решил для породного преобразования своего стада. Получив все необходимые документы о Россельхознадзоре, карагандинские фермеры направились домой, где их ждал неприятный сюрприз. Территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора отказалась ставить привезенный скот на карантин. «Почему они отказываются проверять скот на наличие заболеваний? Если животные больны, то я и слова не скажу. Но как можно препятствовать нашему делу? Я ведь работаю для того, чтобы повысить племенную ценность скота. Хочу экспортировать мясо. Я стараюсь выполнить те задачи, которые ставит наш президент перед аграриями». Каиржану Кадарберлину и еще одному фермеру из Актугайского района только перевозка животных обошлась в 2 миллиона 200 тысяч тенге. Как быть теперь, главы крестьянских хозяйств не знают. О том, что только в августе текущего года Казахстан временно запретил возить крупный рогатый скот из Челябинской области из-за вспышки дерматита, фермеры, по всей видимости, знали. Однако, по их словам, нужный им племенной скот они нашли именно там. «Нам говорят, надо либо вернуть этот скот, либо пустить на забой. Разве мы для этого проделывали весь этот путь? Кто возместит наши убытки? Почему вместо того, чтобы поддерживать нас, нам ставят палки в колеса? Кроме Челябинской области нигде нет скота. Мы не знаем, что делать». А в Комитете ветеринарного контроля и надзора ответ на этот вопрос знают. Фермерам грозит наказание за нарушение вецзаконодательства. Вина лежит и на российских врачах, которые выдали сопроводительные документы, несмотря на запрет о возе скота в Казахстан. «Будут применяться административные меры наказания в виде штрафа. Если будет распространение заболевания в данном регионе, то применяется, значит, уголовный кодекс, статья 327. Здесь еще, конечно, идет нарушение, которое выдал ветеринарный врач Российской Федерации». По словам специалистов Комитета, все фермеры о данном запрете знали. Им предоставили всю информацию о неблагополучных зонах для покупки крупного рогатого скота. Проигнорировавшим запрет фермерам придется вывезти животных. Удастся ли им вернуть деньги, пока неизвестно. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Отходы в доходы. В Карагандинской области развивается экологически безопасное производство электроэнергии. В агропромышленном комплексе «Волынская» третий год успешно функционирует биогазовая установка. Сырьем служат биологические отходы. Казалось бы, самый обычный навоз может пригодиться не только в качестве удобрения, но и может послужить источником электроэнергии. Яркий тому пример – безотходное производство в агропромышленном комплексе «Волынская», которое находится в селе Дубовка. В 2015 году здесь появилась биогазовая установка. С помощью специального насоса отходы перекачивают в емкости, где им дают побродить около 20 дней. По мере созревания, то есть переброжения в данных реакторах исходного продукта навоза, по манометрам наблюдаем наличие газометана, который мы откачиваем с помощью вакуумных насосов и компрессоров в специальной емкости, стоящей на улице, где этот газметан аккумулирует. Набираем определенное количество, объем этого газа и затем с помощью так называемых генераторов, это двигатели внутреннего сгорания, но вместо топлива там используется газметан. Вырабатываемая электроэнергия частично покрывает потребность предприятия. Теперь свиноводческий комплекс планирует выйти на полную проектную мощность – это 300 кВт в час. В перспективах подавать электроэнергию и в общую сеть. Проект выгодный и с экологической точки зрения безопасный. Однако за три года предприятие столкнулось с рядом проблем. Сейчас оно нуждается в финансировании. Если мы выйдем на проектную нашу мощность, которую говорил Галарий Иванович, это 300 кВт в сутки, то мы можем это использовать для своих нужд. У нас очень большое потребление электрической энергии, то есть часть в летний период мы все равно изготавливаем ее из того же газа метана, получаем и используем в своих нуждах. То есть мы можем закрыть хотя бы себя, и это уже будет хорошая экономия. Но для того, чтобы потратить всю эту электроэнергию на себя, нужно, соответственно, достроить то, что хотелось. Сегодня в цеху по переработке биологических отходов трудится 10 человек. Биогазовая установка работает 24 часа. Примечательно, что предприятие полностью оправдывает свое место в списке зеленых производств. В агропромышленном комплексе добывают и артезианскую воду. Более 200 первокурсников Карагандинского медицинского интерколледжа торжественно посвятили в ряды студентов. Будущие медики впервые надели белые халаты, получили зачетные книжки и заветные студенческие билеты. Для большинства высших и средних учебных заведений посвящение студенты – это обязательный ритуал, который проходят первокурсники. В преддверии Республиканского года молодежи Карагандинский медицинский интерколледж также решил устроить праздник своим новобранцам. Руководство колледжа поздравило первокурсников с началом новой эпохи в жизни и наставляло их честно служить во благо здоровья людей. Сегодняшнее мероприятие посвящено и на первокурсникам. Здесь свои первокурсники будут принимать студенческую семью, большую студенческую семью. Их, значит, у нас студентов 247 из них, значит, это специальность формация, лечебное дело, сестринское дело. Есть студенты на базе 9 классов и на базе 10 классов. Будущие медики впервые надели белые халаты как символ чистоты и справедливости. Волнующим событием на посвящении стало вручение зачетных книжек и заветных студенческих билетов. Далее мероприятие продолжилось концертной программы. Первокурсники пели, танцевали и всячески старались продемонстрировать свои таланты. Их слаженное выступление говорит о длительной подготовке к мероприятию. Я поступила в медицинский интерколледж всего лишь в этом году, поэтому я сейчас на первом курсе. И вот этот вот конкурс, наше посвящение, это очень хорошая возможность, чтобы мы могли раскрыть себе таланты и наши преподаватели увидели нас с другой стороны. Из них многие из нас, из преподавателей уже сейчас нас поддерживают в наших начинаниях. Они нам говорят, что мы можем участвовать в различных олимпиадах, показывая себя не только с умственной стороны, но также участвовать в спортивных каких-либо мероприятиях. В любом случае посвящение студенты – одно из самых запоминающихся событий в студенческой жизни. Оно бывает лишь один раз, а запомниться должно на всю жизнь, отмечают организаторы мероприятия. Больше свободы вузам. Вопросы перехода к университетской автономии обсудили в Карагандинском государственном медицинском университете. В ходе глобальной международной конференции о преимуществах новой реформы высказались зарубежные специалисты. После внедрения автономии вузы сами будут решать, какие кадры нанимать, кого зачислять в студенческие ряды, откуда привлекать средства. А что немаловажно, каждый университет разработает свою образовательную программу в соответствии с требованиями рынка. Чтобы обсудить вопросы перехода казахстанских вузов к автономии, на базе Карагандинского государственного медицинского университета состоялась международная конференция с участием отечественных и зарубежных специалистов. Ректор университета Раушан Досмагомбетова уверена, что данная реформа откроет новые возможности для вузов Казахстана. Автономия, в первую очередь, это, конечно, большая ответственность университетов. Повышается ответственность университетов за все виды своей деятельности. Но вместе с тем автономия, она дает расширенные возможности для развития вузов. Что касается академической автономии, которая, наверное, одна из основных, это возможность определять академическую политику университета, прием, отбор студентов. Это формировать гибкие образовательные программы в соответствии с рынком труда. Это возможность университетов современной образовательной технологии. Несомненно, это сказывается на конкурентноспособности выпускников и повышении качества их подготовки. Поделиться ценным опытом с отечественными специалистами приехали представители Европейской ассоциации университетов, что базируется в Бельгии. Директор по вопросам управления, финансирования и развития государственной политики ассоциации, Томас Эстерман отмечает, что в Европе переход к автономии вузов занял около 15 лет. В Казахстане Томас Эстерман ознакомит участников с собственной методикой. Наша ассоциация разработала свою методику сравнения университетов. Мы используем ее во всем мире. Это отличный инструмент для сравнения университетов, которые переходят к автономии. Это позволит нам определить элементы, которые требуют реформации. После того, как мы проведем анализ, сможем дать свои рекомендации. Стоит отметить, что конференция продолжится и 21 ноября. Участникам предстоит обсудить готовность вузов к работе в условиях автономии, принимая во внимание положительный опыт зарубежных стран в управлении образованием. Также в рамках проведения конференции состоятся панельные дискуссии и мастер-классы. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В войсковой части 31775 регионального командования Астана состоялась церемония приведения молодого пополнения к военной присяге. Порядка 50 военнослужащих срочной службы, призванные из Павлодарской области, дали торжественную клятву на верность Родине. Несмотря на то, что военнослужащие призваны всего месяц назад, они умело ходят строевым шагом, знают основные требования общевоинских уставов. Военные дела молодые ребята будут постигать в течение года. Новых защитников Родины со знаменательным в их жизни событием поздравили ветераны вооруженных сил, командиры и родители. Сегодня перед вами наши молодые воины присягали в Родине быть честным, быть отважным, выполнять все задачи, все команды командования. До конца стоять перед тем, чтобы выполнить все задачи командования и выйти на передовую. Родители молодых солдат и гости ознакомились с условиями прохождения службы и бытом, где их сыновья будут проходить службу. Также вниманию гостей были продемонстрированы показательные выступления военнослужащих по рукопашному бою и элементы строевых приемов с оружием. Сегодня у молодых солдат волнительный момент. Вы приняли военную присягу на верность Родине перед своими сослуживцами, друзьями и родителями. Теперь спокойная и беззаботная жизнь граждан в ваших руках. Вы должны ощущать всю свою ответственность перед народом. Еще раз поздравляю вас с этим знаменательным днем. Стоит отметить, что военная присяга – это особенный воинский ритуал, важный для каждого призывника. Именно с произнесения клятвы начинается настоящая военная служба. Военная присяга требует от военнослужащих безупречного выполнения в обязанности воинской службы, умелого применения уверенного оружия и боевой техники. И еще об одном. Домашнюю серию игр хоккейный клуб «Сарарка» начал под руководством нового главного тренера Леонида Тамбиева. Матч с китайским «Ценг Тоу» получился напряженным, но победу в серии послематчевых буллитов одержали карагандинские хоккеисты. Матч начался удачно для карагандинских «Орлов». Дмитрий Жилнировский оказался расторопнее всех на пятачке и протолкнул шайбу в ворота. Произошло это на шестой минуте матча. А спустя всего 32 секунды Владислав Никулин перехватил шайбу в своей зоне, сам прошел через всю площадку и точно бросил в дальний угол ворот 2-0. Во втором периоде игра выровнялась. «Ценг Тоу» восстановила равновесие в счете, но еще до перерыва Михаил Железнов вывел «Сарарку» вперед. Третий период также проходил на встречных курсах. Черно-желтые старались проще действовать в обороне, но пропустили шайбу в свои ворота. Основное время матча завершилось в ничью 3-3. В овертайме обе команды имели возможность забросить победную шайбу, но дело дошло до послематчевых булитов. Мастерство и удача были на стороне «Сарарки». Автором победного булита стал Дмитрий Жилнировский. Ну, скажу так, с коллегой согласовым хорошее начало. Ребята хорошо начали, забили два быстрых гола. Что-то такие ошибки у нас произошли. Так, индивидуальные ошибки, позиционные. Мне понравилась у меня скамейка, понравилась раздевалка, понравилось желание ребят играть. Но вчера было хорошее желание тренировки, эмоции такие положительные. Проблемы я вижу. Будем подправлять и справлять. В целом я довольна, еще раз повторюсь, ребят, самоотдачей, командным духом, атмосферой. Это хорошо. Вот. Будем готовиться дальше. Ребята, болельщиков с победой. Следующий матч «Сарарка» проведет 21 ноября на льду Караганды-Арена. Соперником станет бекинский клуб КРС ОРГ. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова